Калинскими квалификациями силовал Нью-Йорк 18-го года, студия RUHUB, Андрей Аньшарот продолжает дело освещать. Честно говоря, я уже вообще не понимаю, что происходит и как я оказался на этом матчапе, но дело сделано, и нас с вами ожидает еще, ну, надеюсь, три карты этого беста в три серии. Это беста в три серии, а если нет, то вот такой мапу у нас с вами ожидает. Оверпас, пик команды рок, начинаем мы с него, далее трейн, пик команды люминосит, если потребуется, будет декэш, и вот в кэше бы мне очень не хотелось. Сомневаться, но, тем не менее, команда рок проиграла, в свою очередь, буквально недавно. Оппонентам из команды ренегейтс 2-0, люминосит в комплексте 2-0, и все оказались в полуфиналах нижней сетки. Стиляты убивают, здесь также падает некис, скадианого спокойно-таки сбривает в этом направлении. Очень забавно, вообще, весь этот пистолетный раунд протекает, потому как команда защиты потеряла 2-0, атака ни одного. Пачка установлена, и Рики с компанией должны банально достоять, подождать, пока их соперники подойдут. Лукас уже, он спадет по Кэддиану, и далее идут попытки рейтейка через Сити, и не падает на девятки, и елзал падает. Также у нас от песков Сико. Лукас теряет одного, на второго его не особо хватает. Кэддиану теперь нужно будет искать, и минут для Сико по Лукасу 1-0 команда Рок закрывает пистолетку для себя, и начинает весьма неплохо на Верпасе. Честно сказать, после катки со Солл Патрону у меня остались некоторые вопросы, но если люминосити сыграет хуже, чем Солл Патрону на Верпасе, то я буду удивлен, честно скажу. Реально удивлен, чему результату, но такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Тоже занятие воды. Сейчас проход на форт Б базы с девайсами. И минус от Кэддиана. Постиляги. Баля, минусочки от Кэддиан опухи, и не аут уже план Б открыт. Можно врываться, а то не кискуру на песках, но ненадолго, Вайс его тут же. Находит уже 5-2. Ил зал вместе с Лукасом вдвоем против пятерых. Роги тут особо препятствий никаких с твоей стороны не чувствуют, я полагаю. Так что тут ничего странного в этом нет. Но в целом, очень странно все получается. Ну и команда Рог, само собой. Сейчас. Сик, начинает накидывать по своему сопернику. Не понимаю вообще тут, что происходит. И 2-0 приходит просто затруднительно. Это должно быть в принципе. И мы ждем первые закупки для люминосити в Дуайсе. Конечно же, они еще немножко повременяют этот вопрос. Знаешь, скаут у люминосити есть в принципе пистолеты, да? Для защиты. Нету пистолетов в кастомах, нету именно гранат, которые могли бы помочь им зонировать своих соперников. Да и к тому же, да и к тому же, против фармганов не попрешь эти фармганы за атаку на оверпассе. Ух, какая страсть-то бывает иногда. Просто радости. Нет предела. Ну и минута пошла. Контроль фандерпасса. Впрочек спотов. В целом, в целом, конечно, все очень странно выглядит. Покажу я вам. Вроде как присутствует весьма неплохое. Кэдем прошелся по троим головам сразу же. Лукас в силу зал с новым вдвоем. В силу зал у нас тут на хелпе под базой БМ. Соответственно, попытка делать вот что-то здесь не особо-то и хорошо заканчивается. Вайз забирает. Заворят лишь одного Лукаса, которому придется здесь как-то разбираться. Хотя бы один минус-то сделай, Лукас. Закрывает дверь и закрывается сразу же. Это дела получают. Он не хочет от Хика. 3-0. Роги пока неплохо. Неплохо смотрится. Но я жду первую закупку. И вот уже Елза покупает себе снайперский девайс без армура, зато с гранатами. Также Хенни берет себе Авик с первым кевларом. И 3 шумных кольта. Лукас, Тиляга и Некис. Себе закупают темочки. Ну и 4 флешки на трои. Что тоже примечательное. Ну что ж, для Кэддиной компании. Здесь занятие Мидлан. А вроде как пока без труда происходят. Они подходят на шары. Очень много смоков уже было потрачено. Елзал за ящиками. Чекает подход на банане. Да и так же в принципе. То, что всегда готов перестроиться. Перетает ему смок на плент. Елзал забирая Сика. Неприятная потеря. Поторопились Роги немножечко. Открывается еще и Молик. Забирает у нас с одного. Елзал второго. Ну и Роги ошибаются. Ошибаются с выходом. Потому что я не очень глупый вывод. В целом они потеряли в направлении Апплата Сика. И теперь еще и терять всех остальных. Всего лишь с одним минусом. По Елзалу и второй снайперский девайс не успевает подобрать. Люминоситый гейминг. Но невелика потеря. Да, действительно минус 4750, скажете вы. С другой стороны есть. А 47-й матч сразу же перестанавливается. То есть вот что самое-то интересно. Команда Рог. Сейчас Че успеть может пообщаться. В целом Что тоже забавно. Ну и мы ждем как только так сразу ребята должны Вроде как Чуть просыпаться. Иначе будет слишком, слишком грустно. Первый раунд взяли. Не ошибаетесь, забирайте второй. И начинаете неплохой камоч. По мне. Но поживем пока. Я вижу лишь Дефолт на закупках защитить, так и в атаке. Причем в атаке бай. Кучи проигрыша будет еще сверху. А если еще и бомбы поставить, то вообще будет шикоз. Занятие коннектором выполнен в зал. Как сказать занятие, он кидывает молоток и отходит назад. Плюс также на воду получает хаешку. Плайс. Ика чекает коннектор. Выходит через дверь, закрывает ее же. Очаг монстра под флэш от Мекиса. Получает минус 82. СВП. Неприятно, но уже здоров до сих пор. И это плюс. Защита плюс 2 аплент под садочкой на рекламе. Да и в целом. Постановка команды Люминосити тоже. Хорошая. Тифовая. Подожкал боли. Дефолт на такая вот. Расслабоне. Вот это все. Так оно и должно быть. В действительности. Лайс. Под базой Б. Начинает с охотки. Майдинот. Получает никакую духовную демошь. В итоге убирает Сика. Вайс. Размен. Если бы. Если бы. Раньше. Хинит. У вас. Даже остались. Практически в сухую. А тут еще и люркер на апленте. В лице Ирики. Который не расправляется. Слезал сразу же. И отходит назад. В последствии. Включает хэдшот. Отвел зау. И. И. Носите. Неплохо. Таким могут выйти на ритейк. Подставляя с уроги. Из раза в раз. Запускает какие-то ошибки. Встреливается. Потери. Потери. Которые. В итоге. Могут привести. Потери экономики. Тогда. По одному. По второму. И. Все. На своих местах. Скажем так. Все так. Как оно и должно было быть. В принципе. С этим не поспоришь. Команда. Рог. Справляется. С очередной закупкой. От лимоности. И у тех. У кого уже влетает. Ветный флосбай. Насчет флосбая. Еще можно как-то подумать. Попытаться понять. Ребята с команды. Рог. Они вот так вот не торопятся. Против своих соперников. А у тех два фармгана. Два дегла. Один файсел. Армора у всех. То есть здесь киты. Наверное стоили бы. Бесколько. Дешевле. Но никто не решился. Попытить их. Хоть через лонг. Минусы. Детуса. Толя. Хоть мать. Один. Второй. Не могу забавить. Или сейчас не фармгана. Друга сейчас. Попытаться. Было бы все совсем иначе. Хинни тут тоже неплохо накидывает. Реке лохит. Умирает. Теперь еще я тхинни. Как мы играем неаккуратно. Роги. Что-то вы совсем совсем расслабились. По конец игрового дня. Хинни начинает стрелять по лайсу. Макидывать не так много дэмиджа. Теколу хитовый. Как я и говорил. Много давай свынул на лонгу. И вот уже в спине имеется стиль ляга. Стиль ляга не палится. Сидевает хиков в спину. Этого совсем не ожидали. Еще и минус по лайсу. Хорош стил. Молодец. Два минуса от него. Чуявик мог бы взять. Но решил почему-то калашик сначала подобрать. Потом вернуться за ляком. Что как бы не очень правильно. И получаем мы с вами расклад таков, что команда ROG тут особо... Особо ничего не получают. У них есть девайсы. У них есть креативность на что-то. Но не более того. Сейчас у них... Подними девайсы. Наиграть так неаккуратно против фармганов я не знаю. Что в предыдущих матчах у ребят были проблемы, что сейчас... Все это перетекает в раз в раз и вообще непонятно. Входишь на это, посылает Кадина. Получает наездку вайс. Входят, получают еще и прострел в стиляги. Нет, стиляга тут расходится. Расходится как надо. Зряженный готов к бою. К тому же... Роги. Роги начинают страдать какой-то дичью. Скажем так. По одному действовать. Вот это вот все. Заканчивается ожидаемо. Ожидаемо для бразильцев. Они делают дефолтную оборону и спокойно справляются с оппонентами. То, в принципе, и должно было быть. Три секунд времени. Глочи 2 в 5. Команда Рог. Ну, подловили Некиса. Окей, Хика на пары еще. Вряд ли убьют Хэл. И последствия, конечно, от Рики могут быть опасны. Но Ляга закрывает еще одного. И третий раунд для команды Люминосит. Вот он. Сильный форсбай. И, соответственно, для Рог заканчивается все весьма плачевно. Они 2300 долларов максимум, что могут потратить на закупку. И решают действительно сыграть простой дефолтный экономический раунд. Доход на коннектор плюс сплитмид. Илзал. Мейтем. Минус два по коннектору. Далее смедла уже работает. И Вайс. Хэлдину не удалось забрать второго. Хотя Квадракил от Елзао очень серьезно таки нафармил экономику бразильцам. Ну а Роги? Ну а что Роги? Я не знаю. Если они будут продолжать так же фейлить в каких-то моментах, то это их будет проблема и они закончат. Это очень-очень неприятно. Хочу видеть такие плохие раунды от них. Но ошибки случаются. Их они вместе съел завал по снайперской винтовке. Теперь бразильцы очень серьезно настроены на карту overpass. Ну а Рог в свою очередь. Стараться сделать свою карту. Получится или нет, мы сейчас в принципе и узнаем. Два минуса со снайперских винтовок. Следствующая. Два. Костанекис. Размен. Клав-3. Базу отдают бразильцы. Ну что самое интересное. Проход сейчас будет реализовываться. Нужно контролить воду. Они сейчас уже должны давать информацию номер ноль. Это Каден, потому что он все это делал, слышу. Эфто директор вообще нам не показывал, что нужно, потому как Каден заходил в спину. В итоге у Лайса есть информация о том, что еще один на Парапете. И входить под Аплант весьма неудобно. Каден сейчас не стреляет никуда. Сбирает Кольт. Есть патрон, нужно бы сделать релот. Для Вайса это хороший плач. Пойди на пески и не парься. Надо бы, наверное. Позиционка, конечно, у Вайса. Вот, вот, правильно. Песочки. Все прошло. Оспалился рановато. Один на один против Хэнни. У Хэнни Авик. Хэнни может назануть разочек. И там уже второй раз тоже будет непростительно. Вайс, молодец. Разбайки. Забрал Алик. И это пятый раз для командрог. Но вот как-то все равно. Доводит они до последнего момента. Очень печально. Могу закончиться гораздо, гораздо проще все. Бывает и такова история. Так что здесь все. Могу закончиться очень-очень хорошо. Что получаем? Получаем снова закупку. Два века в защите. Алик в атаке. И три фармгана с калашом. Командрог. Если они такой из девайса раунд реализуют, то это будет ну очень-очень забавно. Полетает нас. Флэш. Смог. Видимо, монстр чекать нам не стоит. Минус от реки по стиляге. Стиляг сжигает хика. Минус от хэни по вайсу. Неки закрывает реки. Тип гуляет по пленту. Кэдин закрывает Неки. Западает хэни 2 в 2. Окей. Йелзао уже на девятке. Бомбу надо ставить. Йелзао был в смоку. И до сих пор ничего не видел. Отпрыгает у нас на КТ. Получает клюху от Кэдина. И Кэдин забирает девятку Йелзаоо. Это 6-4 роги. Молодцы. Здесь они действительно показали скилуху и вышли. Вышли из положения. Но в какой-то момент мне показалось, что снова начнутся неприятности. Обращаю ваше внимание, что экономика команды Луминосити просела. Очень мало денег. Можно делать экономический. И благо по лустрику им действительно удалось сделать всего лишь одно эко и закупаться в следующем. Если они вообще будут проигрывать этот экономический раунд. И Некис вот тут в упоре с Евсом. Кэни с флешкой. Да и в целом 5 юспов. Что здесь? Еще можно выделить. Хороший экономический раунд. Халява для рог. Пострелять по стрелям. Минус 5 юспов. Поверил зал. Лукас туда же. Хэни последний. Хэни-хэни-хэни. А ну верни. Что взял. Побыстрому. Побыстрому. А тот уходит на респаун. Прям вот летит уже. Его слышат, скорее всего, с коннектора. Ну и будет сейчас контакт. Не-е-е. Тут другая встречает друг друга. Но минусов Вайса не заставляет себя ждать. 7-4. Команда Рог. Закрывает себе еще один раунд. Копилку. Разберутся и с этим байраундом. Вообще вперед и первое половина будет за ними. Ну а там как получится, бразильцы. Почему вот так не собрано играется на верпассе? Защита все-таки кажется сильной стороной. Видите, получатся. Началось же там в череде раундов. Видите, неплохие расклады. Но, видимо, так оно и должно было бы. Кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Вспоминаю, как раунды брали бразильцы. Ошибки, ошибки. Еще раз ошибки. Команды Рог. Здесь. Подсадочка. От Хэнни. Со стилягой. Какой-то они. Как коннектор, так и воду. Шарту Б. Ну, 3 плюс 2. Разделение, которое... Практически везде работает. Очень часто. Рабатывает даже лучше, чем 4 плюс 1. Потому что звенья более-менее сбалансированы. В случае, если входит на менее укрепленный план, то хотя бы на одного игрока больше. А на верпассе очень важно не отдавать точку. Более, что это база А или база Б. Биллгер пасса очень характерно. Простое. Взбивание. Очень много позиций нужно чекать. На каждый точек есть свои плюсы и минусы. Так что, об этом, в принципе, минусы должны быть прекрасно. И заход на базу Б. Этим рим. Компания принимает выход. Минус от миксы по вайсу. Минус от миксы по вайсу. Минус от миксы по вайсу еще жив, но это чудом непонятно. Минус от миксы по нему. Девять секунд времени, восемь секунд времени. Нет, это травм не берет еще на дырок, но. Только была неплохая. Я не знаю, почему у многих людей, как и у меня сейчас включается, это мышление а-ля сказать Нихико-Нико. Сейчас бы перепутать H с буквой N английский. Нет, но это выше всех разум. И такое тоже бывает. Один раунд отдается люминосите. Для чего не совсем понятно, но. Так, получилось. Выход был, ну, очень-очень безинициативный. Там можно было сыграть гораздо быстрее. Да и получить в разы-вразы больше минусов для себя, нежели как получили. Отсадка на рекламе на апленте. Бразильцы этим делом не брезгуют. Подсаживаются, пробуют что-то интересное. Роги. Своей стороны. Покидывают несколько мид. Надо реализации уже совсем другого. Формата. Подсадка разрушилась. Подсадка построилась что-то. Биллзао вместе с мейтом. С лукасом не особо практикуют. Видимо, нормально не получается. Садится. Так, ну и закидка гранат. Полетела у нас одна на хелпу. Вторая. Два смока на хелпу. Второй на банк. В рекламе падает. В зале лукаса с маком. Лукаса тоже нужно ждать. Но почему-то его не контролят. Спина, стиляги. Уже. Садимся. Садки. Купости. Бомба дали поставить. Убить бомберри. Ну а далее. Работает неки. Забирает одного. Рики падает от 2. И остается 1 в 3 Хико. Мистер Хико. Успокойнее. Минус так же. Палуку сухихо. 1 в 3. Какой жесткий этот. Старый добрый ветеран. Американского. Кунтерстрайк. Не хочу его обидеть. Вдруг если он канадец. Хотя. Вдруг я понимаю. Американец все-таки. Как один дачанин Хидиан. И автолейцерики. Остальные все американцы. Так что оно так и в принципе и должно быть. Но Хико хорош. Действительно Хико. Показывает. Показывает что хочет побеждать здесь. И 5 пистолетов с армором для команды Luminosity Gaming. Напоследок. Предпоследним раундом для первой половины. Ну восьмерку уже за рогами. Чего страшного. Лукас продолжает играть с туалетами. Вторая флешка. Особо не отвернулся. Я узнал снова делать свой минус на кислове Твайса. И мне непонятно модель передвижения команды Rok. Видимо в этом что-то есть. Они снова оставляются в эти туалеты. Хико. Два банана. Это очень опасный мув. Я узнал здесь никто не ожидает. А Кэддиан так вообще не знает что вообще происходит на карте. Думает. Чего. Как вообще Хико не может выйти с коннектора. Тут один всего лишь должен быть. Западня. Хиллзал. Очень-очень неожиданно здесь. Спел бы просочиться Кэддиан на плен. Поставить пачку. Чтобы в разы лучше Атакика ошибается. Открывая на базе Б. А также Кэддиан забирает Хэнни. Кидает смог. Кривоватый. Бомбу поставить успеет. Но товарищ Хиллзал СЗК уже тут как тут. Этого Кэддиан совсем не ожидает. Почему непонятно. Хотя стойте. О чем ты? Жимы с вами видели товарища около коннектора. А товарищ Кэддиан об этом не знал. Так что в принципе. В принципе все. Все более чем адекватно. Так что. Немножко подниму я себе Сенсу. Потому что невозможно. 0-3. Сколько она там стала? 0-6. И вот уже 6 раундов в команду Люминосити. Честно говоря. Не нравится мне как играет команда Рок на своем оверпассе. Очень рискует проиграть. Очень рискует. Прямо совсем совсем. Сейчас в ласт раунд зальют наверное. Там уже 8-7. Пистолетку скорее всего проиграет. Я не знаю чем они будут в защите бороться с своих соперников. Ел на планте. А лонг прожал лукаска недавно. Здесь ничего особенного. Стил монстра. Получает флешку. Исик закрывает одного. Некис со стилякой троих. Сразу же на разу. Что вы глядете по планту забирает 2-го. Но 2-3. Позиционка команда защиты позволит им спокойно делать выбивание при желании. Сиг. Не нравится. Остается лишь один кейдинг с боржаном. И кейд парыч за счет чего наказывает его лукаса. 7-ой раунд для команды Люминосити. Здесь все. Здесь все как надо. Здесь все. Как оно и должно быть. Первая половина пускает и за рог. Но с минимальным отрывом. Чтобы на второй стороне мы сейчас и узнаем. По мне у Люминосити есть неплохие шансы доказать, что они хотят. Опобеждать. И могут. Могут выиграть 2-0 в этом противостоянии. В дороге сами виноваты. Вспомните, какой форсбай они отдали. И в итоге я не перестаю удивляться, как они там встревают. Команда берет киком своим оверпасс. Он допускает настолько наиглупейшие ошибки, что... Порой я же плакать хочется. Но такое бывает. Такое действительно бывает. Мы ждем начала второй стороны. Ждали этот матч очень долго. Жилой предыдущий мы закончили чуть ли не час назад. А может быть даже уже час назад. Ну а пауза. Очень большая пауза между сторонами. Кажется, я, к сожалению, не то что знаю. Мне не сообщили. Ну если пауза брейк будет. Если это время для рекламы. То никаких вопросов. Вот начинается вторая половина. Я узал решил поспрейить. Жаль, что статистику сейчас мы, конечно, не посмотрим. О, посмотрим. Спасибо. Спасибо. Окей. Не, ну в таком случае интересно все. Получается, что у команды и ульяной урок нет каких-то выделенных к игре. Потому что в своих стартах в матчапах урок так точно выделялся кредиям. Но он стабильно отыгрывает сегодня. А вот реки сик. Как-то все. Не рыба, не мясо. Что-то с ними не то. Видимо. Видимо не их день. Да, пока заплат через лонг. Поставка от лиц, льми, носить и летят. Контроль от туалета. Какие-то гранаты наломок там. Зрите, просто парень, как-то умпомрачительную вещь, но не сработало. К сожалению. И заход на аплэн. Сик. На подъеме здесь. Заход на точку. Минус от сика по лукасу. Далее давится банк. Вайс играет одного. Проход в скором времени должен реализоваться еще и на двоих. А то и на четверых здесь банки. И просто ограбление. Что происходит? Почему так много КТшников через банк выходило? Через узкое пространство. Стил забирает Вайса. Далее Стил не справляется с Хико. Киты есть у Кэдиана. Некис и Хэнни на банане. Дергайте кто-нибудь побыстрее. Хико забирает Некиса. Хэнни остается один. Против. Твоих, а то и троих. Как же Кэдиан крутит? Как же Кэдиан крутит? Просто влево, вправо. В три пистанта. Минус от Хэнни. По ИКу. Пипет 7. Пистолетка за рогами, но вы бы видели, как там Кэдиан крутился. Это было очень забавно. Мне понравилось. Со стороны выглядело очень и очень неоднозначно. Ну и такое тоже было. Что там далее? Минус от Лукса по Сику. Вот так вот. Заход на Б. Вайс Хико по минусу. Также Лукас забирает Хико. Вайс на девятке. Взял. По рогому. Заткайдена по Лукасу. Еще одна Хаешка по Виллзо. Прив-трив очковый. Что, все? А, люди закончились. А я-то думаю, что не так со мной. Но действительно люди заканчиваются. И команда Рук. Забирает себе уже десятый раунд. Копиечку. Впрочем. Это вам не хухрымаха. Ну, бомба начинает дефудиться. И вот закупка для лимоности сейчас здесь. Купит лихонявик себе без армора. И сыграет с Калашом. Знаем, прямо вот через несколько мгновений, да, все-таки покупается за смоком. Не, ну, расчет на попадание, как минимум, да. У Кэддиана есть снайперский девайс. У меня тоже должен быть. Потом Кэддиана и отходит вон назад. Какая-то неплотное попадание по Лукасу на 1 хп всего лишь. Квайс на ломге. Корчит в упоре. Ну, и прям совсем медленно раунд. Исполнение лимоности. Целая минута у них на рукаве, а они все еще контролят. Распаллный какой тайминг? Какой тайминг для Рики? Он сейчас может стать жертвой и елзал, потому что тот спалил сам себя. Да что ж ты творишь, Рики, с тобой сегодня явно что-то не так, дружище. Давай поговорим после игры, потому что что-то с тобой ни то не достоял, не дождался. Еще и Кэддиан выстрел от меня, благо попадает по Лукасу в последствии. Не, ну, бред какой-то творится местами. Исусветный, ну, бред. Минус от стиляги по хико, Сиг открывает стилягу в ответ. Стилзал на пароча. Как бы бахнет сейчас по нему. Ну-ка, давай. О, еще один забейщик. Ну, все, выходить было опасно, но благо Кэддиан сегодня в форме и забирает его зал, в том числе. Кэнни, на монстре Сави, он как раз-таки остается без армора. Ему бы туда хаеда, молик, и был бы вообще нещадно, но они получают только лишь хаешку. И более того, вот уже четвертая секунда, давайте после таймера его забьем, но он ходит на сейф. И я там. Это 11-7. Экономики снова нету, люминосити. Как с этим бороться? Простите вы. И я не знаю, что ответить. Действительно, я не знаю, что ответить на этот счет. Так с этим бороться. Что же мне подскажет? Смотрите, я видел в исполнении кадиной компании. В Бори Некис начинают прыгать, скакать. Элзао. Оп, так, я напомню, Элзао закрывать, Кэддиана. Риккея. Ой, как-то настреливает. Он преобразный соперник. И кто-то отпускает. Риккея. Стиля, да? Нашивает банан, забирает Рикке. Тут вроде как ничего особенного. Казалось бы. Но уж очень не везет этому молодому человеку. Только за ним не смотрю кучу ошибок, кучу неприятных моментов. Не его день. Реально, просто не его день. Не получается играть так, как хочется. Со всеми бывает. Ну, теперь компания Люминосити. Рэмпорт в троих. Защита с двумя китами. А дает точку база. Вот что самое-то главное. Непонятен мне этот мув. Снова. Хоть и есть в упоре на банане вайс, но это слишком далеко. Там еще и два авика в атаке в итоге подбираются. Очень приду. Ну, хорошо, не два авика. Один авик подбирается, второй был в Сейвлен, да, и... Оп. Стиля, вы пропустили. Ильзао. Не, ну, они уже бродят по плану. О чем можно говорить? Еще и опять бешеный тайминг. У вайса, как он прошел здесь, тоже непонятно. Ильзао в итоге забирает банан. Ждался-таки отрыв от Хико. По Ильзао. Чего? Чего мы прилипли? То есть, Тиляга забирает банк, и все, Хико-1-2. Вот именно из-за этого и хочется назвать команду Рок. Занита. Неоднозначными, молодыми. Человеками? Человеками, блин. Очень странно. Не должно быть такого. Тут отдаются они пистолетом, потом еще отдают опорник, который стоял на осаде должен был именно до конца отрабатывать здесь, но... Что-то пошло не так, видимо. И гранат под медлом. Очень серьезный прессинг на мидли, в том числе. Кэддиан. Солучаю дэмэдж по себе в ответ. Это форсбай в защите и надежда взять торец с армурами. По большому счету. Вайс. На угле. Вайс забирает одного. Разминут я узнал сразу же. Не подкачали здесь в бразильце друг друга тактически. Идем. На рекламе. Около монстра имеется стиляга. И вот за счет него вряд ли есть какая-то особая информация. Для него просто выход на б-точку это открытый сайт. Практически. Он сейчас забирает еще и парапетто. Собирает очень много инфы. Но получает в голове от Хико. И здесь неприятный момент наступает для команды длиминозити. Они закрываются в очень неудачных таймингах для себя. Ну и бы база. Может быть открытый сейчас. Потому что Некиста на планете умирает. Байтит еще много внимания на себя. Теперь выход под Б. И кэними с хилл снова вдвоем. Превосходные фейки. В исполнении бомбы установлены. Теперь Рики Сика товарищ Рики Сика должен закрывать. Тритейк. Китов нет. Молик на КТ прилетает сразу же. Умотровки. А что не так? Почему буст до сих пор не сделали? Ну что это за постеренный гейминг? Столько времени теряет в никуда. И очень вовремя выходит Сик с парочью в зал забирает Хико. Умирает из стрелки от Сика и времени вроде как хватает. Но знаете ли знаете ли эту ситуацию можно было сделать гораздо более интересной если бы пассат на КТ реализовали да и в целом играли более мобильные дорогие друзья теперь берется конечно же форсбай это прекрасно я еще раз говорю команда рок играет как будто бы не в своей тарелке мне это очень сильно не нравится буду честен буду честен делал ями какие-то попытки занять монстр в общем целом пистолет и снова entry frag команду люминосити вот тут у меня серьезно скоро появится большая по поводу команда рок творят дичь против пистолет правило оно и получается минут пошло а все про все нужно действовать нужно думать нужно ходить к вопросу посерьезнее в общем и целом я вместе с ребятами уже в упоре каплен ту вайс тут тоже стоит очень неоднозначно зал забирает одного а вот убрать девайс явно не стоило хотя не сработало и реки явно не лучший тиммейт сегодня вообще у него не летит в чем конкретно снова дистайминг минус от едина постеляги но какими жертвами только проблем вообще команде рок приносит не знаю возможно заболел или что-то еще с ним потому как очень много дыр из-за него происходит здесь николин один остается один ходит назад все это еще один раунд для команды люменности я знаю кто еще можно подсказать здесь когда роги перестанут проигрывать эти раунды тогда и закончится этот чудовищный аэрпаз но я уже хочу чтобы люменности выкресил рогов и наказали их за такую вещь но нельзя так играть считайте роги бы уже закрыли эту карту если не допускали ошибок и солны само собой про мелкие ошибки я не говорю ничего потому что они и там и там присутствуют но картина для меня во всяком случае весьма неприятный я пытаюсь анализировать эту игру а получаю нож не знаю в горло вот минус от хика по луксу тем временем также сика забирает еще инекса хороший заход на быстрее как по смену сик саплентом песка карте дистайминг будете не правы все был знал все готов получилось перечерез парапета реки не может выйти не но саппорт из реки вообще такой себе сегодня я уже об этом говорил неоднократно парень просто постоянно мажет и уходите на сейв ну уходите на сейв спасибо и на этом у меня у меня просто нет ни малейшего настроения говорить что-то хорошее про команд рок когда они пэйли постоянно и решение они связаны с тем что то ли они устали то ли еще что-то сложно сказать почему они делают какой-то выпад какой-то спот занимают можно привести уже наверное раунда 4 когда реки банально занимает это очень неаккуратно позиции за чего и проигрываются итогу непонятно нормально нормально разгребает но реки последний закрывает реки и это 12-11 уже очередная закупка для команды защиты но если не сейчас то я не знаю когда в целом все слишком неприятно смотрится по обороне у команды рок если они действительно продолжат говорить уже не придется ни о чем ребята сами карты снова снимают очень аккуратно позиции делать всего лишь один минус хотя мог бы себя реализовать на 2 и 3 более продажные тиммейты хотел бы услышать кто команды рок но видимо не реки потому что реки себе позволяет но слишком много капитан минус откровенно по луксу стиляга забирает колено в ответ 3 в 2 косик девайс под плантом вайс вот он играет на ланге тоже что это почему вы занимаете таки из-под поразиться закрывайте к черту этих американцев агрессивно играет нельзя так делать итоге понимает за что их наказывают но не могут с этим ничего поделать потому что постоянно постоянно допускается одна и та же ошибка играется слишком агрессивный overpass против бразильцев такое не сработает уже знаете об этом почему допускаете те же самые ошибки о не ну это уже называется тильдом по ком не попасть на точку это уже называется тип уходят насы кольтом убегает конечно успевает вообще по таймингу 12-12 счет преобразится все хорошо складывается они уже возвращаются в эту игру показывают что способны так шаг за шагом и можно будет победить в этом противостоянии между прочим садись и хороший засыльный кольт дает ему два минуса сразу же просто слету из бомбы выпадает временности подставляется здесь окей ну а как дальше пропит от стила пахик очень много по себе и жили в клещ и хотят выносить своих соперников пилзал и хэни эта связка уже сегодня работала причем очень неплохо была позиционка несколько другая и один девайс отличался в целом минус покой он уже есть бомба проходит через монстр таким таймингом что это почему илзал почему и не творят что хотят роги просто бегут на них с пистолетами то есть я не хочу ничего про плохого говорить про команду рок но они сейчас играют как какие не знаю отпетые просто дурачки паблика и с этим ничего не могу не может поделать паузы не работают такое ощущение вообще ничего не работает тихо забирает хенни но это 12 и 12 12 разбирается и может один на один разыграть сика нет китов попытка задавить бомбу стандартный спот еще один смог прилетает будет сейчас очень забавно потому как целом 1212 денег в атаке полным полно защите тоже и на одну закупку хватит тем другим с атакой дело несколько попроще обстоит да у них поисто дешевле соответственно они будут бояться в следующем любом случае так что посмотрим лимоности поехали минус откреки лимоности ну вы чего ну вы куда да как же так что вы творите бразильцы но почему нельзя закрыть 20 чем проблема ваша что это было сейчас за врыв на мидли это просто нечто люблю я такие катки затяжные уверпаса в чем какой-то момент они действительно могут удавить и хватает совсем чуть-чуть же и шикарно этим и нравится многим counter-strike что он действительно непредсказуем тиляга на банане здесь отработанная схема в 5 можно было и пойти подсейвить в принципе время удачно удачно опыт у нас перетяжки с базой игроки защиты реки 20 хп 19 горит стиляга проходит на бленд соперник но не придает этому значение забирает 2x прем забирает реки и вайса к слову на приходит к единой хикой закрывает последних двух соперников 14 12 что момент истинным сейчас бай для команды люминосити может решить все а может еще заставить сделать одно эко и в итоге проиграть это противостояние идеи не ожидал я такого расклада событий что в верфасе все будет далеко не однозначно а получается что именно так действительно команде чего-то не хватает части не ну забавно забавно кто еще еще в принципе пауза снимается мы продолжаем смотреть за командой люминосити которая атакует на карте оверпасс все еще два века два дегла это хороший сетап также есть калаш для лукаса но вот что касательно остального вообще непонятно как зачем почему расстановка команды изменилась теперь они не отказываются фанана вообще в принципе снимаем два игрока это направление теперь отходит назад и приходит к тому что аплант нужно таки деф это хорошее такое вот решение хороший вывод из ситуации в целом опять же таки если об этом бы раньше додумались роги то они уже бы победить на карте как я вам говорил сейчас они рискуют проиграть ее в том числе там как раунд за два для тех или других в принципе и любая ошибка может стоить очень дорогого и плюс к тому что именно эту карту бегает команда рок уже не впервые за сегодняшний игровой день что тогда происходит а так заход на ассайд в 20 секунде реки снова играет в очень агрессивной позиции благо в этот раз есть еще один смог под ним играет реки делает два минуса стиля губ умирает от вайса и не потащить никаким образом пачку тебе поставить никто не даст не савиком должен забирать и забирает хико а вот дальше сика уже не забрать да и сик не может забрать своего соперника буквально секунды не хватает маппоинт для команд ров но здесь они молодцы огрызается как нужно показывают что хотят бороться очевидно что не всегда удается об этом нам еще придется поговорить несколько позже пока пистолет с арморами для команды люминосити савик для хенни при первой же возможности эти ребята скорее всего обратят свое внимание именно на то что они тоже делают впоследствии какие-то ошибки напоминается мне очень много соло выходов уже от бразильцев и они действительно не брезгают такими вещами плагин идеальный скилл позволяет и вообще я бы не сказал что команда люминосити слабее рогов именно конкретно в данном матчапе и предыдущем есть есть свои казусы инспекты конкретные фишки причем этот мапу он нас может вести на третью карту очень просто за каким-то образом оказался на банке снова аплант открыт я не хочу говорить о том как команда рок проигрываете раунды пистолетом вообще не хочу потому что это бесполезно бесполезно думать за людей которые играют действительно в какой раз просто отдаются на аплант и ведь подковать это даже нечем как можно пропустить одного окей ладно одного пропустили но двух как можно пропускать очень уже хочу чтобы лимоности действительно победили прекратились мои мучения в этом плане это явно незаслуженно то есть здесь хорошие серии раундов были хорошие варианты где-то чуть-чуть повезло опять если бы не тот нижи до фулсту скорее всего было бы совсем иначе да и роги сейчас имеет неполную закупку так что вот до допов прям рукой подать борзильцевы игру допы и тогда 20 для них 50 овертаймов в этой игре будет невозможно по мне есть слабое звено команда да и не самая худшая игра бывали и хуже честно здесь еще хотя бы ребята действительно через раз такая с косяками но делают плохие вещи я видел прям совсем обратно игру я же смотреть было противно ну чтоб ты понимал там например 30 раундов чуваки играют максимально по таймингу бомба на протяжении всех 30 раундов ставится на последней же секунде вообще это только основное время играется 50 минут потом еще и допы следим катка в кс играется не очень долго 40 минут ты свободен ну так должно быть а пока 43 выход на план пока закрывает хико хико падает дом херри стиляга слишком далеко зашел с бомбой лукас соперника падает от реки вот сказал я что реки слабое звено здесь знаете ли теперь его таковым сложно назвать хейни мажет все он никак не выиграет этот раунд понимает это дело играет еще сико таки его расстреливает от 1613 победа команды рог в противостоянии на карте оверпасс в 3 серии напоминаю что это закрытый вереньканский отборочный на исел вон европе сенадцатого года студия ухаз по-прежнему работает и андре не шарат на проводе так что не забываем